Сказка о добром лесорубе и мудром старце. Часть первая. Деревенька и речки. Привычен народ, там с утра и до ночи трудится. Только люди в деревеньке не дружно живут, недовольные, хмурые лица. Не дают страхи злоба зажиточным спать, зависть мучает тех, кто виднее. Не желают они ни любить, ни прощать, с каждым годом жить всё труднее. Появился однажды в деревне слепой. Старичок, с ним побудр, пёс грязный. Попросился бедняк пастуху на постой. Но сказал пастух, ходит сброд разный. Ничего не ответил старик, промолчал. Не найдя ни ночлега, ни пищи, к дому мирниковым подошёл. Постучал. Мирник выкрепнул. Прочь мне, стенища. И кузнец, посмотрев на слепца, свысока, проворчал. Я уже пообедал. Уходи по-добру, по-здорову, пока кулаков ты моих не отведал. Пожарил старика лесоруб молодой. Покормил и плеснул к псу похлёбке. Был он малоприветливый, вовсе не злой. И характером неудобрый, лёгкий. Пришли. Жил он в деревне недавно совсем. Педен был. На заплате заплакал. Но не пил. Никогда не ругался ни с кем. Лес рубил от зари до заката. Знаю, мол, был старик, что не любят тебя. За твой нрав и за чистую душу. Молодец. Можешь ты постоять за себе. Расскажу тебе кое-что. Слушай. Много лет я по белому свету брожу. И немало мы с псом пережили. К разным людям в дома я стучусь. Захожу. Слышал сказки, истории, были. Понимаю язык птиц и всяких зверей. Хоть и слеп, но к любым звукам чуток. Интересно послушать. Синиц, лохолей, зайцев, лисов, луков, цапель, уток. Вот однажды попал я в такие края, где всемирно и счастливо жили. Не охотились там и не били зверя. Люди добрыми, честными были. У запожника в доме два дня я гостил. Он уважил меня, как придется. Все работал и пил. И ничуть не грустил. И рассказывал, как здесь живется. Городок небольшой. Все у всех на леду. И уклад не изменен годами. И не спрятать за стенами дома беду. Ну, а радостью делятся сами. Доверяют соседам своим, как родным. Нет запора и двери открыты. Верят ангелам Божьим каждый хранит. Ссоры, склоти, обиды забыты. Посмеялась жестоко судьба надо мной. Не найти мне дороги в тот город. Ты пока своей доли не знаешь со мной. Потому что неопытен, молод. Скоро вашу деревню постигнет беда. Место это покинь постареет. Лес растает весной. И затупит вода. Все вокруг. Ничего не жалеет. И не будет полей. И не станет луков. Скот погибнет. И болот начнется. И останутся камни от прочных домов. И страдать много людям придется. В запустение все постепенно придет. Не помогут ни труд, ни забота. Через год тут никто и могил не найдет. Засосет все трясино. Болото. Утром встал лесоруб. Старика след простыл. Тишина. Сердце бешено билось. Удивился народ, когда вдруг зазвонил большой колоколь. Что там случилось? Повторил лесоруб разговор бесночной. И сказал, нужно строить плотину. А иначе погибель всех нас ждет весной. В горы выведем семьи, скотину. Лучше ты убирайся от нас, лесоруб. Мы с проблемами справимся сами. Пусть с тобой, говорят, ель береза и дуб. Места нет для тебя рядом с нами. Не прислушались люди к призывам, словам. Замахали сердито руками. Покричали, затем разошлись по донам. Заниматься своими делами.